Привет! Что может быть лучше, чем прокатиться по волнам с ветерком? А как насчет того, чтобы сделать то же самое, но под водой? В таком случае нам поможет Subwing. Норвежский фанат дайвинга нашел новый способ путешествовать под водой с ловкостью играться и дельфина. Симон Сиверцен создал хитроумное устройство с двумя крыльями под названием Subwing, которое буксируется лодкой и позволяет человеку плыть под водой. Идея родилась у 20-летнего шведа в 2010 году во время плавания в Средиземном море. Большинство людей хотели бы совершить экскурсию по коралловым рифам или промчаться под водой словно рыба. Однако на освоение подводного плавания может потребоваться довольно много времени. Тем же, кто не привык ждать, прекрасно подойдет Subwing. Устройство крепится к лодке при помощи яхтенной веревки Danima — крепчайшего каната в мире, а управление осуществляется при помощи крыльев, которые можно поворачивать по отдельности. Наклоняя их определенным образом, пользователи могут выполнять различные акробатические трюки. Человек, использующий изобретение, может плыть на скорости от двух до четырех узлов 4-8 км в час, получая незабываемые ощущения от подводного полета. Впрочем, от людей, решивших почувствовать себя рыбой, требуется умение задерживать дыхание, поскольку из экипировки Simon предлагает использовать лишь маску. Конечно же, в любой момент плавец может подняться на поверхность, чтобы вздохнуть воздуха, указав своим крыльям соответствующее направление. Из-за того, что дайверы практически не прилагают сил для движения, они могут задерживать дыхание на дольше. Начинающие, как правило, проводят под водой от 10 до 15 секунд за раз, погружаясь на глубину до 3 метров. Однако приобретая опыт, ныряльщики могут погружаться на гораздо большую глубину, оставаясь под водой значительно большее количество времени. Созданное норвежцем устройство стоит 490 долларов для базовой модели, а топовая обойдется любителям подводного плавания в 895 долларов. Существует целый ряд аксессуаров, которые могут быть прикреплены к доске, в том числе системы освещения для темной воды и видеокамеры, позволяющие заснять погружение. Vokard принадлежит к одной из разновидностей гидроциклов и представляет собой асимметричный катамаран. Автором гидрокарта является российский яхт-дизайнер Альберт Назаров, ныне живущий и творящий свои проекты в Таиланде. Vokard — это полулегкий асимметричный катамаран с расположенным в центре 70-сильным подвесным мотором, который позволяет развивать скорость до 75 км в час. При этом, благодаря уникальной конструкции, на полной скорости можно без труда вписаться в 90-градусный поворот. По утверждению разработчиков, за четыре года испытаний гидрокарт ни разу не перевернулся. Кроме того, планируется выпуск экологически чистого Vokard с электроприводом, который будет включать в себя электрический мотор Takvida Deep Blue мощностью 80 лошадок. Стоимость Vokard составляет около 20 000 евро. JetSurf — это устройство, похожее на доску для серфинга, которое приводится в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания. Долгое время многие разработчики водных игрушек пытались изобрести идеальную доску для серфинга, и первой стала чешская компания MSR Engines, которая создала продукт достойного качества с оптимальными эксплуатационными характеристиками. Существует несколько видов JetSurf для людей разного уровня подготовки. Топовые модели способны разгоняться до 55 км в час. Огромным преимуществом этой доски является отсутствие привязанности к погоде. В любую погоду и в любое время года вы сможете поймать свою волну. Корпус JetBoard обладает общими чертами с серфинговыми досками или с вейкбордом. Дно доски снабжено подводными плавниками, которые придают стабильность и повышают устойчивость во время поворотов. Размеры JetBoard немного превышают размеры обычного серфа. Управлять доской очень просто — на рукоятке находится центр управления двигателем. Лодка устроена таким образом, что даже самые экстремальные трюки будут вам по силам. Если вы когда-то стояли на серфе, водных лыжах, скейте или сноуборде, то легко освоите управление и JetSurfBoard. Цена устройства составляет 4500 долларов, но во многих городах ее уже можно взять в аренду. Сибоб — это подводный буксировщик премиум-класса. Производится в Германии, в городе Штутгарт. Каждый Сибоб собирается вручную с использованием самых современных компонентов и материалов. В результате получается технологичное устройство, которое отвечает очень высоким требованиям и не нуждается в дополнительном обслуживании. Сибоб — это мощное подводное транспортное средство для дайвинга и развлечения на воде. Привод у этого устройства электрический, мощностью 7 лошадиных сил, что позволяет развивать до 20 км в час. Двигатель испытан непрерывной работой в течение 10 тысяч часов при полной нагрузке. В результате отклонений в работе и производительности выявлено не было. Источником энергии для Сибоб служит блок литиево-ионных элементов питания. После 2000 циклов зарядки-разрядки емкость не теряется, также нет эффекта памяти. Стандартная зарядка занимает порядка 10 часов, а с помощью специального блока быстрой зарядки это время сокращается до 2 часов. Перед лицом пользователя расположен ЖК-дисплей, на котором отображаются параметры работы Сибоб, уровень заряда аккумулятора, остаток работы двигателя, текущая и максимальная разрешенная глубина, а также температура водной среды. С помощью встроенного беспроводного модуля выполняется обновление ПО и считываются параметры для диагностики. Максимальная продолжительность работы девайса 60 минут, а максимальная глубина 40 метров. Приобрести Сибоб можно за 10 тысяч долларов. Создатель чудо-транспорта Роб Иннес охарактеризовал свое детище, как нечто среднее между самолетом и лодкой. Что ж, так и будем считать. Название аппарат получил соответствующее – Сибридчер, что можно примерно перевести как «морской нарушитель». Наиболее популярный в США двухместный Сибридчер X выполнен в виде акулы. Так же как и рыба, он имеет плавники, пасть, ну и конечно же может плавать под водой со скоростью до 40 км в час. Внешне его отличает от морского хищника лишь значительное остекление в районе лба и отсутствие хвоста в привычном виде. В движение Сибридчер приводится двигателем Rotex с турбонадувом и водометом. Мощность двигателя составляет 260 лошадиных сил, ее вполне хватает для полета по водной поверхности на скорости 80 км в час. В таком режиме морда акулы почти полностью держится над водой, а плавники играют роль подводных крыльев. Самое ценное в Сибридчере – возможность поиграть в морского каскадера. Аппарат умеет заныривать на перископную глубину около 1,8 метров и красочно выпрыгивать из подводной глади на высоту до 3,5 метров. Перебирая рычагами и педалями, можно даже крутиться как волчок вокруг горизонтальной оси, резво плеща плавниками. На деле, конечно, углепластиковая машина далека от грациозности живых морских обитателей. Даже в самых высоких прыжках хвост Сибридчер не отрывается от поверхности воды, а красивейший дельфиней вход в воду здесь выглядит как падение толстяка, подскользнувшегося на тумбочке в бассейне. В двухместной голове этой рыбины сильно не развернешься. Пилот сидит полулежа, управляя аппаратом при помощи двух рычагов и педалей. Рычаги отвечают за прыжки и вращение, педали за скорость и горизонтальную рулежку. В целом, органы управления очень просты, справится и ребенок. Панель приборов также аскетична и снабжена лишь простыми циферблатами спидометра, тахометра, запасов топлива и воздуха. Ее простоту разбавляет разве что экран цифрового перископа, который получает картинку с камеры в верхнем плавнике. Задние кресла в акуле комфортом радуют еще меньше, рослый человек туда просто не поместится, а человеку среднего роста придется сидеть, подпирая коленями жесткий ковш спереди. Пассажир Сибричера не имеет никаких органов управления и даже обделен нормальным обзором передней полусферы из-за широкого подголовника. Сибричер Джей меньше и легче своего старшего собрата. На них, как правило, устанавливают менее тяжелые двигатели Rotex мощностью 155 лошадиных сил. С таким агрегатом Сибричер Джей в форме дельфина может разгоняться на поверхности и под водой до 65 и 32 км в час соответственно. Эта модификация наиболее удобна в одноместном варианте, хотя предусмотрена и двухместная модификация. Наконец, последняя версия чудо-рыбы Сибрич Руай. Этот самый крупный в линейке аппарат имеет форму косатки и, пожалуй, ближе остальных приблизился к своему прообразу. Он единственный может похвастаться настоящим хвостом задранным вверх. Такую форму производитель объясняет желанием научить Сибричеры выполнять вертикальные сальто в воздухе. Пока безуспешно. Тем не менее, косатки уже лишены нижнего остекления в районе пасти для увеличения жесткости корпуса и стоят дороже своих собратьев. Сибричер Джей и Сибричер Икс на американском рынке обойдутся покупателям от 85 до 95 тысяч долларов. Косатка Сибричер Уай стоит уже 100 тысяч. Все машины оснащены такими системами безопасности, как огнетушитель, три автоматических помпы для откачки воды и даже деформируемый нос, который не разгерметизирует судно при небольших столкновениях. Некоторые модификации оснащены такими благами электроники, как GPS-навигация и аудиосистема. В целом аппараты американской Inespos выглядят достаточно интересно, но их практическое применение ограничивается развлечением выходного дня или сопровождением шоу-программ. Рассматривать Сибричер как субмарину нельзя, слишком мала глубина погружения. А с обычными катерами не получится конкурировать по цене. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А какой девайс понравился тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем. Лайк и подписка. Лучшая благодарность автору за работу.